Привет! Меня зовут Олеся и вы попали на мой YouTube канал о стиле и моде не только снаружи, но и внутри. Сегодняшнее видео я для вас приготовила про капсульный гардероб. В моем случае это будет капсула определенного цвета, я бы так сказала, определенной гаммы, такой вкусной, от шоколадно-коричневой до бежево-кабельного цвета, если так можно сказать. Буду вам рассказывать много профессиональных секретов, советов, лайфхаков. Лить воду не буду, потому что не люблю такое и я таки не умею. Поэтому, если вам нравится данная тематика, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Instagram. Ставьте большие пальчики вверх, это для богов алгоритма YouTube, потому что иначе вы просто меня потеряете в большом-большом интернете. И да, пока я не забыла, хочу вам напомнить, что идет, скажем так, такая массовая акция всех модниц и модников. Если вы подпишетесь на мой YouTube и на мой Instagram, и там, и там будет нас тысяча зрителей, то в прямом эфире в Instagram я для одной из вас делаю розыгрыш онлайн-разбора гардероба для вас подарок. Поэтому подписывайтесь, жду вас. Итак, что же такое гардеробная капсула? Капсула – это набор вещей для определенных целей или определенного времяпрепровождения. Например, я собрала капсулу в одной гамме коричневого цвета, от светлого к темным. Тут сразу я вам хочу сказать самое главное правило, когда вы составляете гардеробную капсулу в своем гардеробе. Нет, и еще раз нет, вещам или аксессуарам, повторкам, то есть те, которые повторяются. О чем я говорю? Например, две черные сумочки жесткой формы, только одна поменьше, другая немножко побольше. Это большая ошибка, которая будет вам стоить дорого, потому что ваш гардероб не будет работать, не будет того эффекта шика, лоска, дорогого минимализма, современного гардероба. А наоборот, это будет говорить о том, что, к сожалению, есть люди такие немножко консервативные, ригидные и непластичные. Что же делать? Как лечить эту проблему? На самом деле все просто. Надо для начала отпустить свои принципы и стереотипы. И, например, пустить в свой гардероб цвет или определенный способ. Сейчас я буду вам рассказывать подробно про каждую вещь, почему я ее выбрала. Я не делала видео про покупки, так как практически все новое в моем гардеробе, а решила сразу же перейти к прикладной части моего блога. Итак, я хочу начать с рубашек. Вы знаете, если вы смотрели мое видео о моем базовом гардеробе, нейтральном классическом на осень, я вам говорила, что я без белой рубашки себя не вижу. Но без такой стопроцентного шелка из манго, очень красивого, отков в ванильно-масляного цвета, я тоже себя не вижу, она очень красиво фалдит, струится, все, как я люблю. И такая же, вот она у меня уже новенькая, от бренда Object, не знаю, как правильно называется, но тут осталась еще бирка, и сразу могу вам сказать, ее стоимость 50 евро. В общем, без этих двух рубашек абсолютно я не вижу свой гардероб, потому что их можно сочетать как с джинсами, так и с брюками, но это все понятно. Прекрасно они смотрятся с кюлотами и, например, бермудами. Отлично они выглядят с кроссовками, лосоножками, сандалями и так далее. Естественно, они круто смотрятся под многослойность, то есть наверх можно что-то надевать, и вниз можно что-то поддевать как вариант, так как у нас сейчас конец сентября, и в Варшаве просто плюс 28. Думаю, что эти рубашки точно понадобятся, и они несезонные, потому что работают как зимой и летом, так и весной и осенью. Идем далее. Покажу вам жилетку, которую я купила совсем недавно, буквально на днях в H&M. Это такая жилетка, такой хороший оверсайз, в ней она, можно сказать, как мини-платье с красивым V-образным вырезом. Например, если у вас большая грудь, и вы не хотите сделать ее больше, присмотритесь к такому варианту. Достаточно расширенная линия плеч, что подойдет буквально каждому. Классная штука в офисе, например, если вы офисный работник, и вы хотите разнообразить ваши рубашки или блузы, и не знаете как, но в то же время в офисе может быть холодно или просто вам холодно, обратите внимание на такие жилетки. Она также ванильного цвета, очень красива. Мои характеристики внешности теплые, и мне действительно идут такие оттенки, и они меня освежают, но если у вас более ведущая характеристика внешности холодная, тогда берите такую же, но только немножко с серинкой, или с розовинкой, или даже с фиолетовым таким неуловимым подтоном. Будет смотреться очень хорошо. Также прекрасно смотрится с юбками, прямыми, летящими, с джинсами, с брюками. Будет отлично сочетаться. Конечно же, я не вижу свой базовый бежевый гардероб без футболки, которую я также купила в Mango. Здесь такая, знаете, не кидающаяся в глаза надпись белого цвета, и она как бы немножко выбита. Не знаю, как она будет носиться, но мне очень нравится, как она выглядит, как она подчеркивает ключицы и линию груди, если у вас здесь красивые ключицы, такие, знаете, выступающие, тогда обратите внимание именно на такой фасон, и она достаточно свободная, широкая. Носить ее классно с юбками и с брюками я ее прям вижу. Прекрасная идея, например, как для многослойности. Наверх можно накинуть как рубашку, так кардиган, так и просто тренчкот или косу. Fashion объект, мою любовь. Это такая очень интересная кофта-джемпер от марки KOS. Вот так выглядит. Здесь пришита рубашка, и по низу она идет. Сверху 100% шерсть, тут 100% хлопок. Также очень красивого, бежевого, теплого цвета. Стоимость, потому что я еще не убрала значок, стоимость 89-90 евро. У меня в размере M. Кстати, про размеры. Всегда меня спрашиваете, мой размер родной, это убитая M, как я не раз повторялась. Но часто я беру вещи в размере L, для того, чтобы обрести тут желаемый, свободный силуэт, такой оверсайз, немножко минималистичный. Итак, этот джемпер прекрасно сочетается с брюками и с лосинами. Просто потрясающее сочетание. Особенно если у вас красивые ножки, стройные, аккуратные, вы будете выглядеть просто великолепно. И да, такие вещи лучше покупать у брендов, которые немножко повыше идут в ценовом сегменте, потому что COS это премиальный бренд. Моя бая, моя собака передает вам привет. Он специализируется на таких очень интересных, немножко специфических и даже в фэшн вещах. Вот если по-простому говорить, если бы у люксового бренда Jill Sander была вторая линейка, она бы выглядела именно так. Вот сползает мне вот мой красивый вырез, не хочет показываться мое плечико. Далее я вам покажу джемпер от Mango в размере M. И он прям, девушки, как паутинка. Он немножко просвечивается, но под него спокойно можно надевать футболку, или майку, или топ, или боди, например. Я очень люблю боди носить на холодное время года. Он достаточно широкий, свободный, но в то же время ткань не стоит колом, то есть ткань подвижная, воздушная. Я, например, этот джемпер прекрасно себе вижу с белыми джинсами и бежевая какая-нибудь обувь. Или, например, черные брюки со стрелочкой и черные ботильоны. И классно будут смотреться также ботильоны сапоги, но на самом деле, эту капсулу всю жизнь мне не переносить. Очень много вариаций, потому что все цвета подходящие, они меня действительно освежают и действительно придают лоско, шика, минималистичной нотки, образ и действительно современность. Господи, мне надо выключить этот телефон и напоминание. Ибо так каждый день. Далее идем. Я вам покажу... Так, это я уже показывала вам. Платье, которое я купила в Mango. Оно достаточно длинное. Миди. Я говорила про свои параметры. Я ношу размер М. Просто 168. Все параметры, потому что точно не помню, я напишу внизу под видео. Разворачивайте, там все будет написано. Стоимость 200 злотых. Это приблизительно 50 евро, но это кашемировая коллекция. Платье Дефис Топ в стиле полу. Добавляет такой некой интеллигентности, но в то же время смотрится кежуально и непринужденно. Очень люблю такие вещи. Такое платье можно носить не только как платье ботфортами, сапогами или с ботильонами, но оно отлично будет выглядеть с брюками внизу белыми, черными или классно будет смотреться еще какой-то глубокий осенний цвет, например, винный или глубокий, царственный фиолетовый. Прекрасно будет выглядеть. И оно достаточно теплое, но в то же время тонкое. Присмотритесь, оно сейчас продается в актуальных коллекциях бренда Mango. Сейчас мы переходим к низам. Первую я хочу вам показать юбку, которую я купила в грустные времена весеннего карантина. Слава богу, он прошел. Это такая юбка длиной миди с таким разрезом боковым, косым, то есть она как бы идет на запах. Достаточно плотная, тяжелая. Я ссылку вам на нее оставлю, потому что потрясающий цвет. Она классно будет выглядеть с сапогами, трубами. Можно надеть черные, можно надеть молочные в тон к юбке. Тогда ваши ноги будут просто бесконечные и она очень красиво ложится на ваше бедро. То есть, если у вас не выраженные бедра и ягодицы, а вы бы хотели этого эффекта, тогда присмотритесь к данной юбке. Но не знаю, есть ли она на сайте, потому что я ее покупала на скидках. Качество очень классное. Покажу вам брюки. Честно говоря, я сегодня с ними намучилась, потому что их гладить, вот эти стрелки, я не знаю, для кого это наслаждение. Для меня лично это смущение. И если у вас такая же ситуация, пишите в комментариях, как же эти стрелки правильно выглядеть. Так вот, брюки от бренда Massimo Dutti. И они такие несколько маскулинные. Эти мне они и понравились. Светлый, бежевый, красивый оттенок. Они идут широкие и круто будут смотреться с чем-то облегающим наверху или с чем-то свободным, да, то есть в противовес. Мне нравится и тот, и тот вариант, потому что это такая нотка маскулинности, которая будет разбавлять все ваши такие нежные, женственные образы, потому что часто этого действительно не хватает. Но в противовес я бы эти брюки носила с каблуком для того, чтобы все-таки дать ввысь немножко длины вашим ногам, потому что здесь боковые карманы, и они немножко будут съедать ваши ноги. Но в принципе, силуэт мне очень нравится и он такой свежий, да, потому что милитарный стиль из моды никогда не выходит в фон вне моды. И покажу вам юбочку. Осталась у меня одна мини из такого очень плотного материала, который прям держит форму, то есть она не та такая мягкая, плавная, обтекающая, она прям держит форму. Если вам не хватает бедер, вы, например, треугольник перевернутый или ремоугольник, и вам не хватает для вашего типа фигуры, бедер и ягодиц, обратите внимание на такие юбки, потому что они именно будут вам прекрасно настраивать эту проблему. Эту юбку я покупала очень давно, еще в Праге, было года, я не знаю, наверное, три назад, она идет из твида, это прям ткань такая, знаете, как на пальто шьется. Не избавлюсь от нее, потому что она немножко, есть такой отсыл к стилю Бальман, достойное место занимает в моем гардеробе. Я такие юбки, мини-юбки, рекомендую носить или в тон, с колготками, с обувью, например, внизу все черное, а наверху все светлое подтягивайте. Например, черные ботильоны-носки, черные плотные матовые колготы, это юбка, и, допустим, бежевый мягкий свитер, или белая рубашка, или белая рубашка, и внизу топ, и будет супер отлично смотреться, ну и, конечно же, акцент будет улетать на ваши красивые ножки. Плавно переходим к сумкам, к аксессуарам, и еще вам покажу верхнюю обувь. Для того, чтобы добавить немножко французского, парижского шика, я решила вставить в капсулу крезинку ведерко, потому что оно бежевое, здесь черные кожаные ручки, и да, мы такое носим и осенью. Я вам покажу на примерке, как это выглядит, и попробуйте это сочетание, потому что оно достаточно свежее. Далее я вам хочу показать сумку, которую я купила в Data Stories на летней распродаже. Она сумка-авоська, она мягкая, в дырочку я бы так сказала, я сюда внутрь подложила чехол от очков Mango бренда, потому что он жесткий, держит форму. Такая сумка тоже добавляет нотку минимализма, ваш образ, и здесь очень красивые ручки, такие шоколадно-янтарного цвета, я прям балдею от этой сумки. И еще одна моя новинка, думаю записать вам обзор на эту сумку, это если вы ходите в офис, или вам надо носить в вашей сумке документы, ноутбук, планшет и так далее, присмотритесь к данной форме, абсолютно классическая, трапециевидная сумка, держащая форму, это бренд Calvin Klein, я уже говорила, и она такого очень красивого, бежево-персикового цвета. Покажу вам верхнюю одежду, пока не забыла, это также моя новинка, косуха, такого цвета, темного, горького шоколада, не знаю, что за бренд, Pasciner, что-то такое, и она в размере XL, честно говоря, я очень долго искала свою косуху, и я поняла, что мне не нужна черная косуха, мне нужна именно темная, коричневая, она большая, объемная, но все атрибуты классической вещи при ней, с чем такую косуху носить, абсолютно с любой вещью, потому что эта вещь вне времени, вне моды, и в принципе, это классика и база. Что же касается тренчкота, который я вам показывала в покупках, он от Mango, также светло-бежевого цвета, длина миди, подойдет с юбками, с платьями, прекрасно будет смотреться, с джинсами, футболками, кедами, в офис, с брюками, например, водолазкой, и куфлями-лодочками, комплектаций, может быть, просто масса. Еще вам решила показать аксессуары, и перейдем к обуви. Шелковый платочек, здесь где-то 30% шелка, он в такую звериную расцветку, и девушки. Если вы, например, наденетесь вся в черный, или вся в беженое, а наверх наденете в стиле а-ля бабушка, такую косынку, и черные или коричневые очки в такой большой пластиковой оправой, поверьте, когда вы будете выходить из вашей квартиры, или из вашего дома, или, например, в офис, я не знаю, в метро, куда-нибудь, все взгляды будут ваши, потому что это необычно, свежо и очень стильно. Далее я покажу вам два ремня, они оба такие с средней насыщенностью, коричневого цвета. Этот ремень, ему, наверное, 100 лет побед, потому что он даже не кожаный, но он носится просто, как люксовая вещь. Хорошая, добротная, люксовая вещь. Он в ковбойском стиле, и с тиснением под рептилию. Прекрасно выглядит, со всеми голубыми цветами, со всеми нежно-зелеными цветами, и розовыми цветами. Просто поверьте. Берите, например, голубые джинсы, этот ремень, и какую-нибудь зеленую, можно даже футболку. Будет выглядеть просто прекрасно. И покажу вам просто звезду инстаграмных шоурум-магазинов. Вы можете в шоурумах купить, конечно, там просто задорого все про это продается. Это ремень Баска. Под кожу, который прям плотно держит форму, делает вам и талию, и бедра, и ягодицы. Но я его купила на Алиэкспрессе. Кстати, если вам хочется видео про Алиэкспресс, то, в принципе, как я отношусь к этому сайту. У меня насобиралась такая небольшая кучка моих покупок, тоже в то время и из одежды. Я могу снять для вас это видео. Просто можете поставить лайк этому видео, и я буду знать, что мне делать. Так вот, прекрасный пояс. Его можно надевать и не только на поверх платья или рубашки в классическом варианте. Он прекрасно смотрится, например, поверх пальто, поверх тренча, даже поверх джинсовой рубашки будет круто смотреться. Это такой взрыв, скажем так, в вашем гардеробе. Но лично я люблю такие фишки. Тут пошла уже моя любимая французская история, потому что французский шик. Я просто обожаю в своем гардеробе. Это берет светло-бежевого цвета. Я его покупала в Reservat. Это стопроцентная шерсть. И у него прекрасная идея исполнения, потому что у лица здесь есть а-ля кожаная вставка, которая не будет на себя забирать ваш макияж. И, конечно же, кожаные перчатки темно-коричневого цвета, которые я покупала на сайте Asos. Они кожаные, классные, мягкие, тонкие. И я их покупала на скидке. Мне кажется, для счастья больше ничего не надо. Покажу вам шар, который я также покупала на Asos. Вот буквально недавно мне пришла посылка. Это бренд Accessorize. Он с такой глубокой вязкой темно-коричневого цвета. Очень вкусного цвета. Кстати, прекрасно будет такой оттенок у лица сочетаться с красными или бордовыми, если вы темненькая девушка, помадой. Возьмите себе на заметку. Я такие шарфы люблю, потому что я в босоножках могу ходить очень долго, даже зимой на какое-то мероприятие. Я спокойно могу прийти в босоножках. Но я сницу, наш нижний этаж и грудной отдел вместе с шеей я предпочитаю прикрывать. Поэтому обращайте внимание еще на такие шарфы. Плюс он достаточно большой, объемный, тяжелый и прям вот так чувствуется, знаете, качество в руках. Хотя мне кажется, что здесь мало натуральных нитей, но смотрится он прям добротно. Чуть не забыла. Я хочу вам показать это такой фидбэк, привет из прошлого. Крабик. Если вы помните, когда-нибудь и мы это носили, и мамы наши это носили, и бабушки сейчас, это прям набирает оборот. Завязывайте его высоко у себя на голове, и вы прям будете отлично смотреться. У меня такая немножко звериная расцветка, но он выглядит очень аккуратно и нежно. Еще вам покажу две пары обуви, которые входят в мою бежевую капсулу. Первая от Converse, они замшевые. Я на самом деле очень люблю замшевую обувь. Если у вас нету сильных дождей, присмотритесь к замше, она всегда добавляет немножко такого секси-эффекта и лоска в вашем образе. Плюс есть спрей отталкивающий, и ничего с ними не случается, поверьте, я уже пробовала и мои клиентки тоже. Они обычные, лаконичные, на шнуровке, также прекрасно смотрятся с любым верхом, будь то платья, будь то рубашки, джинсы, фейболки, брюки и так далее. Просто прекрасная моя находка, но, кстати, я их покупала тут в Варшаве в TK Maxx. Мои ботильоны, которые я купила в Endada Stories, они идут на очень интересном каблучке такой цилиндричной формы, и у них мягкий мысок, плюс то, что прекрасно вытягивает вашу ногу, а мне кажется, мало ног, мало длины ног никогда не бывает для девушки в редких исключениях, когда есть вот такой шов, и он прям продлевает ваш силуэт, ну и, конечно же, они очень мягкие, приятные, мне кажется, что их даже можно носить на босую ногу, очень мне нравится данный вариант и с черными колготками, с бежевыми колготками, и с моими любимыми колготками в сетку. Ну что же, я надеюсь, это видео было вам полезным, можете прям отфотографировать мои образы, и прям схематические цвета, фасоны, сохранять для себя, чтобы не забыть и сразу же внедрять их в свой гардероб. Конечно же, пишите в комментариях, какой образ наиболее вам понравился, и какой бы вы завтра же, или даже сегодня повторили. С вами была я, Олеся, обнимаю крепко-крепко. Пока!